Пока новый, его не найдешь по запаху, но назначение будки с дверями, но без окон многим уже известно. Это объект уличной цивилизации. Вот он, долгожданный бесплатный туалет, или во всяком случае конструкция, которая должна была быть использована в качестве туалета, но так, по всей видимости, и не была введена в эксплуатацию. Многих прохожих, кого очень сильно приспичило по нужде, ждали закрытые двери. И в порыве страсти или сильного желания люди дергали за ручки, по всей видимости, попросту их все отломали. Появился он уже давно, рядом с памятником Юрию Гагарину на набережной. Место очень людное, особенно в выходные дни, а после реконструкции общественного пространства еще и центр притяжения. Поэтому нужду справлять где-то надо. К туалету ведут глаза, а слабовидящих мнемосхема на площадь Пыпина. Тоже набережная и тоже закрыта. На дверях пожелтевшая бумажка, занята работами КВС. Правда, руководство концессии не видит большой нужды вводить людей в заблуждение. В данном микроавине проводится работа, ни связанных ни с отключением воды, ни на работ, связанных с какими-то проблемами на канализации. У нас есть плановая работа на Чернышевске, где мы в рамках наших обязательств перекладываем большой участок министрального добровода. Это один километр, но, соответственно, все потребители, которые сегодня находятся в зоне проведения этих работ, они все находятся с водой. А ранее были какие-то отключения? Да, ранее было плановое отключение, в ходе которого мы тоже меняли соответствующую запорную арматуру. Поэтому некоторые абоненты, в том числе Волжского района, были без воды. Но это какой срок? Несколько дней назад? Нет, это несколько недель назад, наверное. Примерно в мае, если не ошибаюсь. Ближе к Ротонде на первом ярусе похожая будка. Услуги здесь обычно платные. Но когда есть, кому платить? Соседи из велопроката рассказывают особенности графика работы. А мне скажут, что у вас просто рядом. А в ней работают? Сейчас все здесь работают, что они посидели, на родные воли пошли. Ну, то есть периодически работают? Да. И если еще хватает терпения не справить нужду за ближайшим деревом, то можно успеть в платный туалет в районе бывшего экрана. Он обычно всегда работает, а его сотруднику приходится оправдываться за закрытые муниципальные и подмоченную репутацию набережной. Мне тоже постоянно спрашивают, почему не работают там, почему не работают. Я говорю, а я тоже знаю, почему не работают. Нету ничего, ни одного туалета. То есть все люди, кто здесь открыли его, просто потому что тут нет другой возможности. Вот детям бесплатно, инвалидам всем бесплатно. И вот только работник хватает, там что-то заменили. Ну, не знаю, город вроде хочет всю территорию вот эту вот облагородить, но что-то как обычно у них движение ноль. Сейчас ответственность за муниципальные туалеты лежит на районных администрациях. Набережная – Волжский. По словам представителя, туалет у Гагарина и Напыпина ставился для людей, но гуляющие оказались за, а живущие рядом – против. Собственно, по этой причине его там и устанавливали, потому что рассматривали по желанию. И действительно, это место достаточно большой проходимостью пользуется, поэтому, собственно, то место и рассматривалось для установки там. Но местные жители, ну, из соседних домов, соответственно, выступили категорически против установки данного туалета там. И органы муниципальной власти услышали это пожелание, и, собственно, сейчас поэтому ведется работа по переносу этого туалета. А вот туалет, который Напыпина тоже, то есть он будет планироваться? Да, аналогичная ситуация, да. Но по нему уже ведутся сейчас работы по его переносу на другой ярус. Соответственно, то есть его перенесут также на набережную, но на другое место. То есть подальше от домов, потому что именно жители ближайших домов выступали против того, чтобы его там устанавливать. Поэтому остается этот. Не Петра творение, но стоит на площади в его честь и принимает посетителей. Состояние внутри весьма удовлетворительное. Также хорошим внутренним убранством отличается и санузел на Волжской. Но чем дальше от центра, тем ситуация хуже. Уборная у цирка периодически закрыта без объяснения причин. Хотя он единственный туалет для работников множества местных кафе. Почему даже нет опознавательных знаков, куда обращаться, вот такой вариант. Общественный туалет, есть какая-то служба. Может администрация района. Вот вы не поверите, мы даже ради интереса просмотрели весь интернет. Да, есть название туалета, что есть. А где, чего? Вообще нигде нет. На Рахово уже подтекает кран и мотается счетчик. И требуется хорошая уборка помещения. А это уже новый пляж. Спуск по улице Шелковичной. Напор посетителей такой, что пришлось менять ручку. Здесь побывали люди с желанием не только облегчиться, но и выплеснуть свою агрессию. Судя по этим дырам в стенах. Удивительно, как то же самое не случилось и с этим туалетом на пляже по улице Второй Садовой. Что внешне, что внутренне, он в идеальном состоянии. Как отмечают в администрации Волжского района, ограниченный график работы уборных придуман неспроста. Круглосуточные посещения нуждающихся могут их окончательно разрушить.